В пятницу вечером Министерство юстиции традиционно публикует новые списки иноагентов. В него попали ведущие вестей Фарида Курбангалеева и солист группы Тараканы Дмитрий Спирин. Отметим, что бывшая ведущая новостей уже несколько недель находится в базе розыска МВД России. Курбангалееву проверяют по уголовному делу, связанному с оправданием терроризма. Если ее вина будет доказана, то журналистка может получить срок до 7 лет лишения свободы. При этом она с 2022 года не живет в России, а живет в Чехии вместе с мужем и двумя дочками. В Европе у нее большие проблемы и с профессией пока не складывается. Что касается экс-солиста рок-коллектива Тараканы, Томин Юст разъяснил, почему внес его в реестр иностранных агентов. Он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также вооруженных сил Российской Федерации. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации, говорится в официальном заявлении Минюста.